Когда люди говорят, что не нужно деньги хранить в рублях. Да, я согласен, в рублях не нужно хранить. Нужно хранить в активах, создающих прибавочную стоимость. В качестве следующего слайда я вам просто хочу показать, как это работает у нас внутри России. Пятилетний промежуток, рынок России и США против доллара. За пятилетний промежуток времени у нас получается, вот к сегодняшнему дню, доллар у нас вырос на 15%. Российский рынок ценных бумаг в рублевом эквиваленте вырос на 74% за 5 лет. Рынок акций США вырос тоже на 75%. Российский на 74%, американский на 75,5%. То есть, если мы наложим сюда девальвацию рубля 15% плюс доходность индекса 75%, мы получим итоговую доходность 90%. То есть, нам выгоднее было бы, если мы инвестируем на пятилетнем промежутке времени, нам выгоднее купить доллары и доллары проинвестировать в американский фондовый рынок широкий индекс. Опять-таки, дивидендные аристократы не обеспечили поставимую доходность. Если люди начнут говорить, что есть дивидендные аристократы, но дивидендные аристократы не выросли на 75%, вырос технологический сектор. Поэтому это не совсем корректно будет рассматривать. То есть, вот за пятилетний промежуток времени выигрывает способ инвестирования купить доллары, на доллары купить американский рынок. На десятилетнем промежутке времени вообще у нас получается, американский рынок обеспечил доходность 222%, плюс девальвация рубля на 150%, и того, получается, мы бы получили доходность 372%, а российский рынок ценных бумаг нам бы обеспечил доходность всего лишь 120%. На десятилетнем промежутке вроде бы как неинтересно. С другой стороны, нужно понимать, что и американский рынок наросли на фундаментальных показателях, а на мерах монетарного стимулирования. Но если мы начинаем увеличивать горизонт инвестирования более длительный, то за пятнадцатилетний промежуток времени российский рынок вырос на 500%, американский рынок с учетом доллара, то есть рынок вырос на 200%, доллар укрепился на 173%, то есть получается на круг доходность составила 360-370%. Российский рынок переиграл в своей доходности более чем в пять раз. При этом нужно понимать, что на 20-летнем промежутке времени здесь разница вообще становится колоссальной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова